Мужчина увидел в сети объявление о возможности заработка на фондовых биржах. Скачал приложение и внес несколько тысяч рублей. А когда виртуальные финансы начали расти, предложил жене присоединиться. Несколько месяцев они уверенно перечисляли деньги, но когда решили вывести часть прибыли, их попросили предъявить уникальный промокод или оплатить 25% от суммы дохода. Супруги согласились и внесли указанную сумму, но вновь получили отказ. Теперь требовалось внести еще 50 тысяч рублей, якобы для налогового вычета. Тогда нефтеюганцы поняли, что все это время имели дело с жуликами. Ущерб составил 670 тысяч. Я хочу обратиться к гражданам о том, что ни в коем случае, если вы увидите данную рекламу или вам звонят и предлагают о том, чтобы вы получили дополнительный заработок и при этом ничего не нужно делать, это вранье. Это 100% мошенничество. Еще одна мечтательница о легких прибылях аферистам удалось соблапушить дважды. Пенсионерка потеряла почти 2,5 миллиона рублей. Сушляла переводы она в течение месяца. Потом она поняла, что ее обманули. И через некоторое время она в сети интернет на поисковой системе Яндекс обнаружила рекламу о том, что поможем вернуть деньги, если вас обманули брокеры. Зашла по этой ссылке и то же самое лишилась и денег. В полицию также обратилась пенсионерка. Женщина хотела продать кровать для лежачих больных через сайт бесплатных объявлений. Потенциальный покупатель попросил данные ее карты для предоплаты. Горожанка выполнила его просьбу и вместо денег лишилась 44 тысяч. Мошенничество при продаже и покупке товаров – одни из самых распространенных. Но лизирует так называемый звонок от службы безопасности банка. Могут представиться также полиции и другими правоохранительными органами. Мошенники пугают собеседника тем, что кто-то хочет снять с его счета деньги либо оформить на него кредит. И хотя этой небылице уже лет 10, постоянно находятся те, кто в нее верит. Говорят о том, что в отношении вас там совершаются мошеннические действия, пытаются оформить незаконный кредит. Вам необходимо оформить кредит, чтобы этот кредит якобы не оформился. Я не могу понять, что движет нашими гражданами, я имею в виду потерпевшими, что они такие действия осуществляют, что ясно, что если на вас кредит не оформлен, то если вы не оформите сами на себя, то никакого кредита не будет. Нет, они все равно продолжают это делать, идут оформлять на себя кредит. В результате на них и кредит висит, и деньги они теряют. Раскрываемость дистанционных мошенничеств понемногу растет. Тем не менее, найти преступника и вернуть свои деньги очень сложно. Гораздо легче положить трубку и не дать мошенникам шанса оставить себя в дураках. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова